Здравствуйте! Вы смотрите программу 13 этаж. С вами Алексей Шемякин. И сегодня у нас в студии Ольга Горилова и Аркадий Селезнев. Ольга, Аркадий, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Повод для нашей встречи есть. На протяжении уже нескольких месяцев, если мне не изменяет память, мы обсуждаем, говорим, спорим о необходимости проведения в нашем регионе стартапа. Ольга, к вам первый вопрос. Мы уже насколько убедились, что проведение подобного рода мероприятий необходимо в нашем регионе? Ну, на самом деле, Корпорация развития Аркадийской области, начав свою деятельность с предпринимательскими проектами два года назад и находясь в поиске нового формата, более эффективного формата работы с предпринимателями и начинающими стартаперами, обратила свои взоры к тем форматам, которые присутствуют у федеральных институтов развития. Да, действительно, существуют обучающие семинары, мастер-классы для предпринимателей, действует программа «Федеральная ты предприниматель», но, к сожалению, они все заточены на подготовку бизнес-плана и важности именно этого компонента при построении бизнеса. Как правило, после подготовки бизнес-планов не все проекты притворяются в жизни, многие из них остаются на полке, а некоторые проекты, которые получают региональные инструменты поддержки, они через год-два закрываются. При этом Федеральные институты развития и более продвинутые регионы немножко дальше шагнули, они посмотрели на предпринимательские проекты с точки зрения вообще востребованности их для рынка, новых рынков, которые могут предприниматели создать, новых технологий, новых сервисов, новых услуг. И в эту сторону обратили свои взоры и мы, потому что прекрасно понимаем экосистему проектов и предпринимателей, которые находятся внутри региона, которые предлагают новые решения, но, к сожалению, не всегда имеют доступ до нужной экспертизы, до нужных компетенций. И нуждаются в подборе тех или иных институтов, инструментов поддержки, как со стороны федеральных институтов развития, это в виде акселляционной поддержки, в виде ресурсной поддержки, финансовых ресурсов, инвестиций, грантов безвозмездных, но и на региональном уровне. Поэтому стартап-тур, который мы так долго все вместе ждали, он нацелен именно на то, чтобы создать площадку для общения, нетворкинга, получения экспертизы от федеральных экспертов на те идеи и проекты, с которыми наши региональные предприятия и компании придут. И нацелен также на привлечение возможных источников финансирования этих проектов, тем более, что ряд организаций имеют региональное представительство этих фондов в Архангельской области. Аркадий, для вас наверняка это уже не первый стартап-тур, если мне не изменяет память, в 2012 году все это начиналось. Действительно, в подтверждение слов Ольги, необходимо проведение и есть уже обоснованность проведения подобного рода мероприятий, они дают отличные результаты. Вы знаете, на самом деле, да, это не первый стартап-тур, который проходит у меня перед глазами. Я в разных ролях принимал участие во всей этой истории. У нас в домашнем нашем регионе, в Самарской области, мы тоже принимали стартап-тур, по-моему, в прошлом году в Тольятти. То есть мы работали на стороне организаторов. То есть сейчас вот та роль, которую сейчас Ольга выполняет и справляется отлично. В этот раз мы организуем сессию консультационных мероприятий накануне стартап-тура. Мы уже в нескольких регионах провели такие сессии. Это региональная сессия практического консалтинга, ее организует российская венчурная компания. Это федеральный институт поддержки инновационных предпринимателей. На самом деле, да. Это очень полезно. То есть важно оказать поддержку зачастую информационную, консультационную тем стартапам, которые находятся прежде всего на ранних стадиях. Зачастую люди, которые реализуют эти проекты, считают, что им недостаточно финансирования, на самом деле им недостаточно знаний для того, чтобы правильно исследовать рынок, найти своего потребителя, верно сформулировать ценностные предложения, которые они принесут на рынок. От этого очень часто зависит то, насколько их стартап будет востребован. А что нужно уметь говорить и делать, чтобы привлекать инвестиции? Это очень емкий вопрос. Очень сложно на него ответить кратко. Относительно того, что нужно уметь делать, у стартапа есть одно огромное преимущество относительно крупных корпораций. Это гибкость. Прежде всего, гибкость в изучении рынка. Если стартап умеет делать некие итерации, ошибаясь, и вновь приходя на рынок в поисках своего потребителя и в попытке устранить те проблемы, которые этот потребитель испытывает, и эти итерации стартап успевает сделать и найти действующую бизнес-модель раньше, чем закончится их ресурс, который очень сильно ограничен, да, тогда вот стартап делает свою работу правильно, вот это нужно уметь делать. Но в противном ситуации, в какой-то момент времени действительно могут закончиться силы, мотивация, деньги, действующая бизнес-модель еще не найдена, и зарабатывать стартап еще не научился. Вот, потому что, ну вот, привлечение инвестиций во всю эту историю, оно происходит обычно после того, как люди, реализующие вот этот инновационный проект, поняли, каким образом можно зарабатывать деньги на нем. Но все-таки, прежде всего, наверное, нужно иметь мозги. Да, конечно, и очень часто нестандартный взгляд на вещи, да, потому что люди, которые стандартно смотрят на мир, ну, они делают приблизительно те же продукты, что уже здесь существует на рынке, да, то есть очень часто стартап связан с тем, что никому до сих пор не приходило почему-то в голову. Ольга, насколько, вот те, кто заявился на стартап-тур у нас, да, насколько они что-то новое предлагают на сегодняшний день? На удивление, стартап-тур пришел в Архангельск, да и как в другие 10 городов России с тремя направлениями. Первое направление – это информационная технология, это то, что действительно сейчас очень сильно подвержены изменениям, и та сфера, где очень быстро и гибко появляются новые решения, новые сервисы, новые продукты. Второе направление – это биомедицинские технологии. Здесь, как не нам, где расположен один из главных университетов медицинских, есть своя научно-исследовательская школа, есть кадровый потенциал, предложить те разработки, которые уже внутри Северного государственного медицинского учреждения университета присутствуют, как в отношении использования уже местных биоресурсов и их переработки в БАДы, лекарственные препараты, так и использования даже современных информационных технологий для обеспечения работы персонифицированной медицины, в том числе, или тех же самых биопротезов в рамках уже более крупного проекта, который действует в Архангельской области, социальный кластер региона. И третье направление – это индустриальное направление, это технологии для промышленности. Как ни странно, вплоть до таких крупных компаний, как СПУ «Арктика», которые входят в судостроительный кластер Архангельской области, внутри подобной корпорации «Арктика» создаются инновации. И, наверное, один из плюсов участия региона в таком глобальном проекте, как «Стартап Тур», это выявление внутри крупных компаний тех инновационных разработок, которые могут либо внутри корпорации, либо в рамках отдельного бизнеса быть оттестированы, опробированы и внедрены, и запущены на рынок. Это новые технологии, которые могут позиционировать регион, в том числе на российском и зарубежном рынке. Ну вот это крупные компании. А если говорить, например, я, как малопредприниматель, захотел, что он пришел к вам, заявился со своим каким-то проектом, я смогу выжить на рынке? Это очень сильно зависит от вас, прежде всего. Мне кажется, что команда любого стартапа, она зачастую важнее в истории успеха. Это более важная составляющая успеха, нежели даже идея, либо технология, которую эта команда пытается продвинуть на рынке. С этим согласны очень многие инвесторы, кстати, которые смотрят прежде всего на тех людей, которые планируют так или иначе продвигать свой стартап на рынок. Если команда в проекте сильная, а идея вот так себе, это более инвестиционно привлекательная история, нежели хорошая технология, либо идея и слабая команда. Ну, то есть, скорее всего, во втором случае ничего не выйдет. Если люди немотивированы, либо некомпетентны, я тут не пытаюсь что-то негативное по отношению к команде сказать, а вот просто у них недостаточно компетенции, релевантных тому стартапу, который они пытаются вывести на рынок. Поэтому, да, все очень сильно зависит от вас непосредственно, от вашей мотивации, от вашей компетенции, опыта, которая позволит или не позволит вам быть успешным на том рынке, который вы атакуете. Потому что вот инновации, они бывают те инновации, которые, скажем, улучшают ситуацию на рынке, а есть инновации, которые разрушают существующий рынок и превращают его в нечто новое. Да, то есть иногда этот поход стартапа против рынка, он действительно один против другого. То есть вот малыш какой-то голиаф, который может пасть под напором стартапа, хорошей идеи, интересной команды. Ольга, у нас есть такие? Или наши регионы все-таки и в этом отношении тоже могут обвинить замороженность? Два года мы уже пытаемся раскачать инновационную экосреду здесь у нас. И в том числе не только предпринимателей, но и студентов, и молодых ученых. Скажем так, это не простая задача. Потому что с точки зрения инновационного развития и вообще выявления тех ниш, где бы можно было бы предложить ту или иную инновацию, это непростая задача. Нам очень помогают различного рода форматы мероприятий, которые мы два года уже проводим в Архангельской области. Это и смотры проектов, это и рабочие выходные, и харвесты. Да, они имеют зачастую такие иностранные названия, но при этом они несут в себе очень точный формат выявления людей, которые либо имеют уже идею, либо имеют уже оформленный проект, прототип проекта. И с ними можно работать, чтобы запускать продукт в первой продаже, в системной продаже. Но также выявляют и проекты, идеи. Да, если, как Аркадий сказал, есть хорошая технология, идея проекта, но слабая команда. При этом можно договориться с командой, что они перенаправляют эту идею какой-то другой, веряют другой команде. То есть подсказать им. Подсказать эту идею, за которую может взяться более компетентные товарищи, при этом не отбросив тех людей, которые, в принципе, придумали эту технологию. И я думаю, что мы на самом начале пути, на самом деле. Потому что, смотря на опыт нашего друга Самарской области, им удалось достигнуть той уровня инновационной активности, которую они сейчас имеют за 4-5 лет, наверное. Да, не ошибусь. Да, но на самом деле мы активничаем с 2013 года. И действительно сейчас опыт уже позволяет работать на федеральном уровне. Мы реализуем несколько проектов, в том числе в партнерстве с РВК. Как я уже говорил, это Федеральный институт развития. Вот сейчас мы региональные сессии практического консалтинга тоже в их интересах реализовываем. Да, действительно, очень полезно работать с командами. И не всегда стартапы взлетают. Но, тем не менее, вы знаете, в стартаперской среде истории неуспеха, да, некоторые фейл-стори, они ценятся не меньше, чем истории успеха. Потому что история успеха – это может быть история везения чистой воды. Когда человек оказался в нужном месте в нужное время и не наделал ошибок. Познакомился с умным человеком. Да, да, да. А фейл-стори – это вот те синяки и шишки, те грабли, на которые человек наступил однажды и не наступит в следующий раз. И это определенный опыт. И инвесторам тоже нравятся такие истории, когда команда говорит о том, что да, действительно, мы запускали. Можно взять какой-то пример из мирового опыта. Мне кажется, что команда, которая сделала игрушку про вот этих птичек, которые там злые, разрушают какие-то пирамидки со свинюшками, ингри-бёрдс. Команда, которая реализовала эту игрушку, они до того запустили несколько десятков неуспешных проектов. Ну, то есть, вот они были достаточно настырны. Да, и вот наступив на все грабли, которые встречались до того, вот они как раз пришли к успеху, отлично, все здорово. То есть, они стартовали очень мощно. Вот, поэтому, да, это одно не исключает другое. То есть, к успеху нужно готовиться, иногда наступая на грабли, собирая синяки. Ну, в принципе, как и в любой отрасли, я так думаю. Буквально по минуте даю, вот, Ольга, ваше представление. Мы провели, да, практически уже стартап. Дальше что? Дальше есть ряд проектов, которые отсмотрели мы, фонд Сколково и фонд содействия инновациям, которые готовятся к заявкам в эти фонды для получения инвестиций либо грантовых средств. И мы им тоже будем помогать. Конечно. Корпорация, развитие, я имею в виду. Да. Пять составляющих успешного стартапа. Мне кажется, что вот на вскидку пять я не наберу, потому что очень много хочется назвать. Я сейчас хочу сакцентировать внимание на том, чем занимается Ольга. Мне кажется, что формирование дружественной экосистемы, в которой может развиваться стартап-сообщество, где могут рождаться идеи и не умирать на взлете, где существуют институты поддержки и какие-то рычаги, инструменты поддержки. Это зачастую не связано с деньгами совсем. Это очень важно. Сам по себе стартап не может родиться в вакууме. И вот экосистема вокруг него, которую во многих регионах выстраивают наши друзья, в том числе у вас, вот Ольга занимается очень важным делом. Я желаю всем таким людям успехов. Это тяжкий труд. Но тем не менее, вот без этих усилий я верю в то, что мы никогда не получим поток. Нам нужен поток инновационных проектов, которые двигали бы экономику вперед, меняли бы мир к лучшему вокруг нас. То есть это отдельная интересная история, где люблю об этом говорить. Я часто об этом говорю. Я занимаюсь интересным делом стартапа. Это очень интересно. Да, очень важно. Относительно того, как быть привлекательным для инвестора, это дело десятое. Когда вот есть экосистема, там найдутся игроки, которые расскажут, что делать. На каждом этапе. Куда бежать, за что хвататься, на что обратить внимание. Вот формирование этой экосистемы в регионе, в стране, вот на мой взгляд, прямо первостепенная задача. Я думаю, что после того, как мы проведем и подведем итоги архангельского стартапа, многие тоже скажут, что это чертовски интересно. Спасибо вам, что были у нас в гостях. Спасибо Ольге, спасибо Аркадии. Спасибо вам, что это время посвятили нам. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»